Все чаще люди обращаются к истории своего рода, края, родины. Все это тесно взаимосвязано и отголоски далеких дней привлекают до поколения. У гостей из крупных городов часто вызывают удивление небольшие села, расположенные на небольшом удалении друг от друга. Об одном из них расскажет Елена Фаст. Возникновение Иркутско-Якутского имщицкого тракта уходит почти за 300 лет. Когда-то в трескучие морозы от столба до столба, а ими были отмечены деревеньки, шли имщицкие воски. Сегодня многих деревень нет и в помине, но до сих пор живы и здравствуют их потомки. Цель нашей организации – это чтобы молодое, особенно молодое поколение, знало историю своих предков, историю своего родного края. И особенно для нас очень ценно нужно сохранить историю наших ямщинских станций, я помню, как назвали станков, которые в течение почти двухсот лет возили в почту. 2018 год – юбилейный. 275 лет – дата, которую планируют раскрыть в полной мере, сделав доступной богатую информацию для всех желающих. Культурологические чтения, организованные в Олегминске, интереснейшие доклады позволят добавить много новых сведений в книгу. И в этой книге один из разделов будет посвящен именно каждой конкретной почтовой станции. А всего таких почтовых станций от Иркутска до Иркутска было 126. В музее Олегминска хранятся уникальные экспонаты, свидетели тех лет. И хотя сегодня лошадка с повозкой привычно только в селах, хранится и вся богатая культура того времени. Большие планы на следующий год и у ликминчан. Многие деревеньки сегодня живут полной жизнью, а многие рода и фамилии хранят эхо ямщицких колокольчиков. Ирина Фаст, Максим Копылов, Сергей Лифу, НВК Саха, Олегминск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!